И снова здравствуйте! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я получила две посылочки с сайта iHerb. Они были заказаны с разницей в две недели. Одна посылочка пришла неделю назад, но не было возможности ее забрать. И сегодня пришла вторая, и обе приехали ко мне. Я посылки вскрыла, но ничего не доставала, поэтому посмотрим вместе, что мне пришло. Мой любимый сушеный манго. Здесь очень маленький пакет, 100 грамм всего, и стоит он очень недорого. В составе, я не помню, есть сахар, для кого это принципиально. Но манго вкусный, ломчики крупные. Вот так все это выглядит. Другой манго я не заказывала в сайферк никогда, потому что меня устраивает вот этот. Вывалили здесь вот такие ржаные хлебцы. 200 граммов их. Никогда до этого я их не брала. Сейчас посмотрим, как они выглядят. Вот так. Даже не найду, а опен. Это надо же догадаться, как их открыть. Вот так они в пакете. Вот такие тоненькие. Пробовать хрустить не буду. Я думаю, они вполне вкусные. Вообще, такие продукты я люблю употреблять. Попробую, не знаю. Впервые заказала такие органические кокосовые хлопья. Они без сахара, если я не ошибаюсь. Сахар менее 1 грамма написано. На сайте это очень популярный продукт, но все как-то до сих пор я их не заказываю. Так они выглядят. Их очень много. 200 граммов. Пахнет кокосом. Или вот кокосовым кремом, который я покупала и показывала недавно. Не сладкие. Но для тех, кто любит кокос, я рекомендую. Я очень люблю кокос во всех его проявлениях. Первый раз заказала шоколадку. Но она очень популярная. С миндалем и морской солью. 90 граммов. Соли здесь немного. Я ее, пожалуй, вскрою. Вот так она выглядит. С сердечками. Здесь послание во всех этих шоколадках. Пробовать сейчас не буду, но отзывы на нее хорошие. Думаю, она мне понравится. Огромная пачка. Я просто не ожидала. Просто огромная пачка. Белого чая. Здесь 100 пакетов. В каждом 150 граммов. Вот так все это выглядит. То есть каждый пакетик в индивидуальном бумажном пакетике, что мне очень нравится. Вообще, без скобки, как я люблю. Абсолютно такой классненький пакетик. Пахнет чаем без добавок белый чай. Отзывы на него неплохие, поэтому я его заказала. Хватит мне его на очень долго, я уверена. Буду заваривать с удовольствием такой чаек. Органические леденцы. Наши самые любимые с мандой. Иногда я заказываю ассорти. Ну, именно большие пакеты, где больше 50 штук, потому что уходят они очень быстро. А здесь Блубери Попс. На сайте они выглядят по-другому. Говорят, что они как будто бы с йогуртом. Бумажная палочка, сточок у вас небольшой леденец. Пахнет слегка, не сильно ароматизированы они. Ничего не могу сказать. Сейчас отдам ребенку. Попробуют. Если еще раз закажу, значит они нам понравились. От этой же марки мармеладные мишки. Здесь их 10 штук. Я их постоянно заказываю. Здесь эти паковок. Вот таких маленьких. По 25 граммов. Очень вкусные мармеладки. Натуральные, органические. И постоянно я их беру. Они очень мне нравятся. Не обошлось в этот раз и без моих любимых фисташек. Но что-то в этот раз они какие-то пыльники. Обычно такого нет. Фисташки очень вкусные. Фисташки все раскрывшиеся. Нет затхлых, нет пустых. Очень вкусные, классные фисташки. Я их постоянно, наверное, буду брать. Они в меру соленые. Очень вкусные. Заказала вот такие мужские витамины. Но заказала не супругу, а родственнику. Ничего про них сказать не могу. На сайте это довольно вкусные витамины. И на них неплохие отзывы. Вот так выглядит упаковка. Здесь 50 таблеток. Это комплекс витаминов и минералов. Запакованы мембраны. Я не буду открыть, потому что не знаю, когда начнете их употреблять. Отзывы на этот продукт хорошие. Вот состав этих витамин. Посмотрим. Первый раз заказываем. Коллега на работе как-то спросила меня, где бы купить органовое масло, потому что она начитала, что оно очень благотворно действует на лицо. И говорю, я тебе закажу, конечно, с Америки, как буду заказывать. Ну, а потом думаю, почему я закажу только ей, а не заказать ли еще и себе. Экюр. Марокканское органовое масло органическое, 30 миллилитров, стеклянный тюбик. Не комедогенное, но очень питательное. Добавлять в кремы, в маски, самостоятельно на лицо наносить. Все жалуются на отвратительный запах. Сейчас я его понюхаю. Мне просто интересно. Вы знаете, вообще никакого запаха нет. Абсолютно никакого не противного. Просто никакого. Так что теперь я сама тоже попробую такое маслице для лица. И посмотрим, как оно работает. Абсолютно два одинаковых продукта. Поэтому распакую я только один, чтобы не шуршать. Это биосин от Салгар. Вот в такой дозировочке. Здесь 100 таблеток. Я могу ошибаться, но мне почему-то помнится по одной в день. Не помню. Оставлю ссылку под видео на этот товар. Если кого-то заинтересует, посмотрите. До этого я, наверное, месяца полтора назад приобретала биотин от другой марки. И стала его употреблять. И мне понравился эффект. Волосы у меня на самом деле стали меньше выпадать. На расчёске их стало гораздо меньше. По всей квартире их стало гораздо меньше. Это заслуга чисто биотина, потому что только его, как новую добавку, я ввела в свой ежедневный рацион всяких добавок. Но там дозировка была 10 тысяч миллиграмм. Это, в принципе, довольно большая. Мне такую не нужно. Я баночку допью, но сейчас попью салгаровский. Здесь дозировка несколько меньше. граб грин. Вот эта штука для ароматизации слива в раковине. На кухне, не знаю, почему у меня бывает неприятный запах то ли от остатков пищи, то ли от чего. Здесь 12 вот таких штучек. Как я понимаю, кидаешь туда и все будет хорошо. Там же ирин и лимонград. Там с грушей самый популярный аромат, но с грушей не было. Пахнет очень вкусно. Прямо как сниму видео, скорее закину в раковину и посмотрим, как это работает. Чесночная соль. Открывать не буду, так как у меня еще не закончилось. Здесь мембрана и можно сыпать дырочками, а можно приоткрыть с этой стороны и сыпать побольше. Это такая классная штука, которую я добавляю абсолютно везде в супы на яичницу, во вторые блюда, куда угодно. Везде она хорошо себя ведет. Мне это очень понравилось. У меня осталось, наверное, чуть на донышке, поэтому решила про запас заказать. Натокиназа по просьбе мамы. Это препарат, разжижающий кровь. Альтернатива нашим аспирин, содержащим препаратам, как известно, аспирин оказывает некоторые побочные эффекты на желудочно-кишечный тракт. Натокиназа такого не оказывает, и маме понравилось. Она попросила заказать еще. В предыдущей посылке у меня был чай Таза с абрикосовым ванильным кремом, белый. Вот этот чай тоже белый, Берри Блоссом Лайт. Не знаю, не помню я, как он называется. Здесь тоже пакетики. Их 20 штук. Я хочу просто понюхать, мне интересно. Какой-то ягодкой пахнет. Вот так выглядит пакетик. Вот этот без железной скобки. А с абрикосовым ванильным кремом была с железной скобкой. Я вообще не люблю эти скобки. Но пахнет вкусненько, не знаю. Попробую заварить. Вообще, вот эта марка чаев оставляет у меня хорошее впечатление. Мне нравится чай этой марки. И приступаем ко второй коробочке. Что я вижу? Мармеладные медведи. Раз. Мочалка должна быть. Да, от Эко Тулс. Ну, я заказывала фиолетовую. Пришла зеленая. Я заказывала себе. Она плотная. Очень плотная. Не то, что продается в каких-то супермаркетах с бытовой химией. Плотненькая такая мочалка. Приятная. Стоит, в принципе, не очень дорого. Себе я ее заказала. Блистекс. Набор бальзамов для губ. Заказала на подарочки. Ну, вот эта вся посылка, она в основном все идет на подарочки. Здесь три очень маленьких бальзамчика для губ. Дыня вижу. Тропические фрукты. И берри. Берри. Ягоды, клубничка. Тут нарисована черничка. Не могу ничего сказать про эту марку, так как Сейхерба брала только Сейхеру без бальзамы. Ассорти. Поэтому не знаю. Вот такое средство для умывания, для лица. с ромашкой. Без парабенов, без сульфатов, без искусственных красителей. Три года после вскрытия. Интересно, 36 месяцев не тестировалась на животных. Ну, как-то так странно. Обычно все, что натуральное, так долго не используется. Заказала не себе. Скорее всего, тут мембраны. Я открывать не буду. Да. Я заказала как подарочек. Но я как-то случайно наткнулась на эту умывалку. Она не очень дорогая. И отзывы на нее неплохие. Потом я, конечно же, спрошу у человека, которому я это задарю. Если понравится, я закажу себе тоже. Почему бы нет? Опять воздух. Средство для мытья посуды Этитюд. Я уже в проживающей посылке заказывала себе такое. Это я заказала на подарок маме. Средство пахнет цитрусовыми. Какая-то цитрусовая душка в нем. Гипоаллергенная. 700 мл. Раньше оно было дорогое. Порядка 500 рублей. Сейчас оно подешевело. В пределах 300 рублей. И мне это средство очень-очень понравилось. Его могу рекомендовать. Такой порошок Граб Гринс Гардени. Маленький пакет 24 капсулки. Опять-таки, не себе. Себе я беру сразу огромными большими пакетами. Это я взяла тоже на подарок маме. Хочу, чтобы она попробовала. Она не пробовала этот порошок. Бульдог. Оригинальный бальзам после бритья. На эту марку я не так давно наткнулась. С натуральными ингредиентами написано. Год после вскрытия. Не тестируется на животных. Объем не вижу. Наверное, 75 мл. отзывы на сайте. Это бальзам противоречивый. Не знаю, почему не нравится этот бальзам людям. Посмотрю. Хотя некоторые пишут, что не хуже, чем Невея. Он очень легкий. Он вообще не жирный. Это мужской бальзам. Он практически не имеет запаха. Те, кто говорит, что он плохо пахнет, я несколько не соглашусь. Но очень легкий, еле уловимый запах. Вот такой бальзам. От Сиеррбис набор. Здесь 8 бальзамчиков для губ. Они органические. Взяла с гранатом. Объясню, почему. В одной из первых своих посылок я покупала ассорти. И больше всего мне понравился бальзам с мятой и с гранатом. Остальные, но как-то так. Средненько. Ну, с ванилью еще ничего. Некоторые вообще не поняла. Так как знаю, что с гранатом очень классные. Заказала чистые. Их вот это я раздам на работе на 8 марта. Пачка номер 3. Органические мармеладные медведи. Мы их уже смотрели. Смотреть не будем. От Блистекс. Себе заказала маленький тюбик на пробу. Есть еще большой объем. Это мазь для губ. Что-то с губами у меня не очень хорошо обстоят дела. Здесь всего 6 граммов, поэтому заказала мазь. Пишут, что она хорошая. Пишут, что она хорошая. Плотненькая такая. Не пойму, чем пахнет. Знаете, так зубной пастой пахнет. Попробую губы полетить. Если мне понравится, я закажу большой такой объем. Опять-таки на подарок Madre Lapse тонер с розой и алоэ вера. У меня такой был. Сейчас на эти тоники акция. Буквально 2 доллара он стоит. К нему можно присмотреться. У меня такой тонер был. Но все-таки после того, как я попробовала Madre Lapse а Tires розовый мне очень безумно понравился. Он пахнет деликатнее, чем этот. Но вот этот в своей задаче исправляется. И за 2 доллара это потрясающая вещь. И на подарок очень хорошо будет. Крем для натруженных рук. Тоже на подарок. Он запечатан. Открывать не буду. Он имеет не очень такой органический состав. Все-таки состав у него хромает. Но самое главное, что он отзывы на него хорошие. Он работает. Этот крем я заказала папе, потому что у него кремы для рук летят очень быстро. Очень много ими пользуются. Хочу, чтобы он попробовал вот этот. Может быть ему понравится. Здесь 96 грамм большой объем. Посмотрим. Может себе. Потом закажу, если он действительно так хорош. Еще целая пачка органических леденцов манго-танго. Это пока наш самый любимый вкус. Просто очень классно. Ну и напоследок осталась вот такая интересная баночка. Это соль. Здесь 300 граммов. В одном из предыдущих видео я показывала, что заказала вот такую систему для промывания носа. Вот так она выглядит. Мягкий пластик. И здесь внутри было 50 одноразовых пакетиков соль. Этот прибор мне недолго пылился. Пришло время им воспользоваться, промывать нос ребенку. Для почти шестилетнего ребенка это оказалось нормальным. Но что хочу сказать. Первый раз, когда мы промывали нос, мы перед промыванием высморкались. Как учила Малышева, по одной ноздре высморкались, практически ничего не было. Но когда я стала промывать, я прошу прощения за подробности, я столько зелени не видела никогда. И поэтому могу смело рекомендовать вот такие системы для промывания носа. Но вот эти пакетики, их 50 штук, они у меня еще не закончились. Это уже наши, наверное, третьи сопли за буквально пару месяцев. Вот эти пакетики, они у меня не закончились, но тем не менее я решила заказать соль. Вот она в пакете в герметичке. И здесь мерная ложечка. То есть вот по инструкции я прочитаю, по-моему, одну ложечку нужно на порцию. Когда нужно будет вскрыть, я вскрою и пересыплю. В общем, промывать нос это очень-очень хорошо. Я не помню. Вот здесь 300 граммов на 120 порций. Мне вот этой соли хватит. Поэтому всем рекомендую такие приборы для промывания носа. Их на Айхербе огромное количество. Выберите свой по кошельку и по дизайну, какой вам нравится. А на этом я заканчиваю видео. Жду еще посылочки, которые у меня в пути и распакуем их вместе с вами. Спасибо. До свидания. Доброе утро. Продолжение следует...